Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы подает. Смотри. Вы пишите. Влюбилась и не могу засыпать, только мысли все о нем. Пишите вы. Как быть и какие техники применять, чтобы засыпать без проблем? Ну, во-первых, сразу вот что хочется сказать. С чего вы решили, что вы сможете применить к себе какие-то техники. Это первое. То есть как бы техники применяются специалистами и после определенной практики, после определенного образования мне не очень понятно, каким образом вы решили использовать техники. Вот. Это первое. Я хочу обратить ваше внимание. Второе. Как быть, чтобы что. То есть одно дело, если вы хотите разобраться, например, в себе. И посмотреть, а как же так получилось, что я влюбилась так, что не могу заснуть. Да? Либо вы можете наладить отношения с человеком, попытать счастье с ним. Вот. То есть что делать, чтобы что? Цель-то какая? Засыпать нормально. Засыпать нормально, это понятно, но это всего лишь следствие. Проблему это не решает. Дальше. Что значит влюбилась? Я, честно говоря, данный момент позже хотел бы несколько прояснить в силу того, что его можно понимать двояк. Можно влюбиться в контексте того, что вы хотите делать что-то для человека другого. А можно влюбиться в контексте того, что вы хотите чего-то для себя. Да. Это разные вещи. И воспринимать это тоже нужно по-разному. То есть это не одно и то же. Совершенно. Поэтому, в первую очередь, я думаю, обратить ваше внимание вам нужно на это. В первую очередь. Поэтому я думаю, что в первую очередь вам нужно обратить внимание именно на данный аспект, который я озвучил. И дальше уже, исходя из тех данных, которые будут в результате, уже можно будет о чем-то говорить. Я думаю, что есть элемент навесчивости у вас. То есть, по факту, это мысли, которые вы не можете контролировать. По факту, это мысли, которые от вас не зависят вообще. И, соответственно, необходимо разбираться, что вызвало такую реакцию. Да, почему вы так отреагировали. Откуда у вас такая вот реакция, что вы влюбились настолько, что не можете заснуть. В смысле о нем очень важно разобраться, в каком контексте вы думаете о человеке. То есть, очень важно понять, вот именно в каком направлении двигаются ваши мысли. То есть, ну хорошо, вы думаете о нем, это понятно, вы думаете о нем. А дальше что? То есть, ну, что конкретно вы думаете? То есть, это вот, как бы, очень важный момент. Потому что, ну, думаете, думаете, да. Что именно думаете, это, как бы, нужно выйти. Вот. И тогда уже будет более понятно, в каком направлении вам двигаться. И тогда уже будет более понятно, что вам дело. Вот. 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 Такая вот история. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.